На входе в самарское метро висят таблички hold the door. Колонизаторы в пробковых шлемах давно покинули Пинджаб и Бангалор, но английский остается лучшим способом коммуникации для пестрого индийского населения. Программисты и прочие удаленщики в любой стране мира говорят на специфической вариации английского языка, в то время как высоконравственные борцы за чистоту родной речи год за годом терпят унизительные поражения. English mozafaka do you speak it? Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории и сегодня я хочу обсудить феномен глобальных языков, потому что нынешнее доминирование английского во всем мире не единичная ситуация в мировой истории. Языки универсального общения возникали и намного раньше, причем делали это разными способами. Итак, у нас сегодня история различных лингвафранка, поехали. Кстати, довольно иронично, что сегодня лингвафранка это английский, если понимаете о чем я. Самый примитивный вариант того, как возникают глобальные языки, это когда кто-то пришел с армии, завоевал огромные территории и на всех захваченных землях установил свои порядки, а вместе с порядками, понятное дело, и язык. Самый простой и грубый пример, который тут можно привести, это, конечно, испанский язык, который сейчас с 500 миллионами носителей является четвертым по популярности языком мира просто по тому, что когда-то в 16 веке конкистадоры захватили огромные территории Америки, от Сан-Франциско до Сантьяго до Чили, а заодно и Филиппины и присоединили их к Испании, везде навязав местному населению свой язык. В смысле, вдумайтесь, добрая половина целого континента говорит на испанском, находясь при этом на расстоянии трансатлантического перелета от Испании. Но это далеко не единственный и отнюдь не самый интересный пример языков власти. Знакомьтесь, Кайне – один из примеров первого по-настоящему глобального лингва-франка, общегреческий язык, на котором, между прочим, были написаны Евангелия. Он стал итогом завоевания Александра Македонского в IV веке до н.э. Да, именно итогом. Знаменитые македонские фаланги не просто разнесли Кайне по большей части тогдашней Айкумены, от Балкан до какого-нибудь индо-греческого царства. Этот язык буквально возник у походных костров армии Александра. Да, общегреческий язык, как считают историки, возник как раз в армии Александра Македонского и его диадохов. До него греки говорили на множестве диалектов, и если не в каждом полисе был свой, то ситуация была к этому близка. А когда греков из разных полисов Александр собрал в одну армию и отправил в поход, стало неважно, ты и ониц, дариец, ахеец, спартанец, афинянин, главное, что грек. В таких условиях должен был выработаться какой-то общий жаргон. И вот так и появилось Кайне, что по-гречески буквально означает общий язык, на котором говорили греки примерно с IV века до н.э. по IV век н.э. На самом деле есть разночтения, где проводить границу со среднегреческим, но обычно считается, что Кайне жил и здравствовал до времен императора Константина, то есть до 330 года н.э. начала эпохи Византии. Детали нам до сих пор точно неизвестны, но большинство современных лингвистов сходятся на том, что ядром языка послужил оптический диалект с заимствованием слов из других диалектов. Так или иначе, не углубляясь в дебри лингвистики, можно сказать, что это был довольно упрощенный вариант греческого, рассчитанный на то, чтобы быть понятным всем. Вообще на Кайне по понятным причинам гораздо больше говорили за пределами Эллады, в эллинистических государствах, в новых городах, основанных на востоке, где каждой греческой тваре было по паре. Одним из центров Кайне была Александрия, например, да и то, что именно на нем писали апостолы, подверженные греческому влиянию римской Палестине, это тоже знак. Ну и да, этот язык был больше бытовым, а вот философы старой школы до конца писали на классическом диалекте Аттики, который чем дальше, тем больше расходился с разговорной формой. Кстати говоря, это напоминает ситуацию с современным английским, чья привычная международная форма, как правило, оказывается весьма далекой от стандартов языка Оскара Уайлда или Стивена Фрая. Друзья, в современном западном, да и не только мире, на смену латыни уже давно пришел английский язык. Знать его значит иметь возможность свободно путешествовать по миру, получать работу в иностранных компаниях и находить практически любую нужную информацию в интернете быстро, потому что, ну, друзья, камон, половина всего контента в интернете – это английский. Поэтому рекомендую вам онлайн школу английского Skyeng, о которой вы наверняка слышали, и это неудивительно, ребята уже больше 10 лет на рынке. Программа подбирается индивидуально под каждого ученика, в зависимости от ваших целей и интересов, чтобы занятия приносили не только удовольствие, но еще и реальный результат. Со Skyeng вы не заметите, как английский стоит вам как родной. Вы начнете его нормально воспринимать спокойно на слух, общаться и вообще использовать в любой ситуации. По статистике, в среднем около 60% студентов школы преодолевают языковой барьер уже через три месяца. Если вы давно не занимались английским, а постоянно откладываете это дело до лучших времен, из-за чего побариваетесь нырять в самые глубины языковых открытий, то в Skyeng для вас подготовили специальный бокс. Материалы в нем бесплатные. Это лайфхаки, самые часто употребимые слова, шпаргалки по грамматике, фильмы и книжки. Короче, все необходимое для того, чтобы начать изучение английского и сразу начать применять это все на практике. Мой отдельный респект за расширение в браузере, с помощью которого вы можете добавлять любые новые встреченные слова себе в упражнение. Вот это прям отличная фича, мне она очень нравится, очень классная. Итак, с помощью бокса вы сможете поставить себе цели, потому что это самое важное на начальном этапе изучения языка. Подтяните свой уровень английского и заполните пробелы, которые у вас есть. Скачать бокс и прокачать свой английский можно, как всегда, внизу по ссылочке в описании или вот по вот этому вот QR-коду, который вы видите на экране. Кликайте в ссылку, сканируйте QR-код, изучайте английский и потом возвращайтесь к нашему видео. Был и противоположный пример в истории, когда глобальным языком стала именно высокая версия языка. Речь про так называемый ваньянь, официальный язык всех китайских империй, начиная с империи Цинь в 221-207 годы до нашей эры и заканчивая империей Цинь, не перепутайте. Одновременно он был официальным языком всех вассалов Поднебесной, Кореи, Вьетнама и даже Японии, так что его порой называли латынью Восточной Азии. Ваньянь отличается от кайнели испанского. Это не разговорный упрощенный язык, это язык бюрократии. В теории, когда-то он был живым разговорным языком, в совсем древние времена династий Цинь и Хань китайцы вроде даже как-то так и говорили. Но уже ко временам династии Тан, это 7-10 века, он полностью отделился от разговорного китайского и зажил своей жизнью. Дело в особенностях китайского языка, где, как все знают, пишут иероглифами, которые обозначают не звуки, а понятия. Поэтому в теории приспособить такую иероглифическую запись можно было к различным произношениям. Все равно главным остается текст, а уж как его человек для себя произносит, это дело десятое. Официальный язык, каким был Ваньянь, в таком случае мог существовать чисто только в текстовом виде, потому что способа создать универсальное произношение просто нет. Его стандарты формировались так, чтобы чиновникам и авторам трактатов было легко максимально четко и красиво передавать мысли. Лаконичность Ваньяня китаисты до сих пор ценят. Там значительная часть слов односложная и пишется одним иероглифом, что удобно. Ну и эстетика тут тоже никуда не делась, из-за чего именно он считается идеальным языком для поэзии. Стихами на этом языке баловали Сичан Кайши и Мао Цзэдун, причем это были именно стихи на бумаге, где красота иероглифов должна была как бы гармонировать с красотой слога. Между прочим, визуальная поэзия задолго до всех этих ваших футуристов, абериутов, авторов конкретарта и прочих авангардистов 20 века. Причем это абсолютный мейнстрим для Китая. И еще, что характерно, расцвет классической китайской поэзии приходится именно на танский период, тот самый, когда Ваньян окончательно отделился от обычной речи. И когда я говорю «отделился», я имею в виду, что даже в самом Китае на Ваньяне никто особенно не говорил. Это был чисто письменный язык высокого штиря для записи важных вещей, философских трактатов или государственных законов. И по итогу поэтому Ваньянь и закончился. После революции 1949 года Китая от него отказались. И при коммунистах официальным стандартом языка стал Баньхуа. Ранее разговорный и уж точно менее красивый, зато гораздо более понятный всему населению. В таком качестве Ваньянь активно заимствовали окружающие Китай страны, ориентирующиеся на Поднебесную. Благо, как я уже сказал, учитывая иероглифическое письмо, это было не то, чтобы сильно сложно. И как и в Китае, никто на этом языке не говорил, а только писал. В результате национальные версии Ваньяня Камбун в Японии, Ханмун в Корее и Ханван во Вьетнаме в принципе читабельны для человека, который знает классический китайский, несмотря на то, что языки вообще разные. И да, тот же Камбун просуществовал в Японии как официальный язык до революции Мэйдзи в 19 веке. А в какой-нибудь Южной Корее до сих пор существует традиция отдельные слова в тексте иногда записывать китайскими иероглифами, например, названия государств или слова типа шедевр, лицемерие и так далее, чисто ради пафоса. Но культура, поэзия, законы — это всё мирское и бренное. Гораздо интереснее, если за всем этим делом стоит какая-нибудь большая, серьёзная мировая религия. Вот тогда шансов у языка стать глобальным становится реально много. Латынь — самый простой пример. И тут вы мне скажете, ну, Егорка, ну как так? Ведь римляне буквально всех вокруг завоевали и потом навязали всем завоёванным свой язык, чтобы было проще объяснять варварам, как строить акведуки, дороги и вот это вот всё. И как бы да, но ирония заключается в том, что язык настоящих римлян реально получилось навязать далеко не всем. Пока существовала Римская империя, латынь, хоть и была языком власти, была вынуждена конкурировать с уже упомянутым Кайне, на котором говорило греческое население империи. А когда империя распалась пополам, в восточной части греческий и вовсе со временем вытеснил латынь в качестве главного языка Византийской империи. А вот на западе Европы случилось удивительное, когда в пятом веке пала Римская империя. Потому что это не сказалось на статусе латинского языка. Дело в том, что он к тому времени успел стать языком всей культуры, о языках культуры мы ещё поговорим, и главное — языком католической церкви. В варварских королевствах язык знати мог быть любым. Крестьяне могли говорить на каком угодно, хоть на дотракийском, хоть на ассемблере. Но в церкви они все слушали псалмы на латыни. А поскольку образование, все средние века, было максимально тесно связано с церковью, то и языком грамотных людей стала латынь. Это несмотря на то, что уже веку к восьмому даже потомки римлян в условной Галлии уже разговаривали на языке, который был ближе к французскому, чем к латыни. Именно латынь оставалась главным языком образования. Причем церковь эту интернациональную функцию латинского языка прекрасно понимала и более того даже зачастую использовала. Начиная где-то века с 17-го в иезуитских колледжах, например, студентам было запрещено разговаривать между собой не на латыни, даже на бытовые темы. Ну, чтобы им было проще воспринимать друг друга и себя как одно такое большое единое братство во Христе, без всяких там межкультурных барьеров. Разумеется, латынь стала языком дипломатии. Причем, на самом деле, даже за пределами католического мира великие князья московские тоже переписывались с иностранными владыками на латинском языке. И все это продолжалось очень долго. Конечно, реформация поколебала позиции латинского языка как языка Библии в части Европы, но он долгое время оставался языком науки. Вплоть до того, что даже в московском университете первые десятилетия его существования лекции читали на латыни, а в Венгрии, например, латинский язык был государственным до конца 18 века. Окончательно латынь перестала быть глобальным языком по факту только в 19 веке, но и сейчас она кое-где сохранилась. Вы же помните, что врачи используют латинские названия, чтобы максимально усилить эффект от своего почерка? Есть и другой схожий кейс – арабский. У арабов на момент возникновения ислама уже существовал некий единый торговый язык – арабия или староарабский. Лингвисты в комментариях могут поправить меня. Но по-настоящему арабский стал глобальным языком тогда, когда на нем записали Коран. Кстати, нам очень сложно рассуждать сейчас, но вроде бы тот язык, на котором записан Коран, от изначального вообще арабского все-таки несколько отличался. Но как бы то ни было, с распространением ислама арабский стал языком, на котором говорят сотни миллионов людей в десятках стран. А причина все та же, что подталкивало распространение латинского языка в Европе. Арабский в странах ислама стал основным языком священных текстов. Коран, хадисы и прочее нужно было читать в оригинале. Для этого везде открывались школы арабского языка, и они до сих пор существуют при каждой мечети. Но из-за того, что этот язык и так все знают, арабский стал очень удобным для того, чтобы использовать его в качестве, опять же, дипломатии и, да, вообще, как главный язык. Кстати, довольно забавно. Если вы, например, в Турции, что может быть весьма вероятно в наши дни, слышите призыв Муэдзина на молитву, то с большой вероятностью 90% окружающих вас людей слышат его точно так же, как вы, потому что это арабский, и этих слов никто тут не разбирает. Вот. Хотя, конечно, любой мусульманин знает, что за слова звучат на азане. Но вот в большей части Ближнего Востока ситуация другая, поскольку там вообще произошло уникальное. Арабский вытеснил все местные языки. Потому что буквально сложилась ситуация, когда быть мусульманином значило говорить и писать по-арабски, даже если ты по крови грек или египтянин. По итогу свои национальные языки сохранили только немногие оставшиеся христианские общины типа коптов или ассирийцев, хотя и те, и те билингвы. И даже для христиан со временем перейти на арабский становилось единственным способом приобщиться к высокой культуре. Кстати, про христиан ассирийцев мы недавно рассказывали в Телеграме, и подписывайтесь туда, если вы еще этого не сделали. В Иберии арабский язык смог пережить даже реконкисту, и еще в 17 веке на так называемом андалузском арабском говорило несколько сотен тысяч человек. Это при том, что использование арабского в католической Испании было уголовным преступлением. И произгнанием арийсков, еще не забудьте. С другой стороны, чего я удивляюсь? Вот в Рунете, например, мат с февраля 21 года запрещен. Заметили? Правда, процесс распространения арабского был небыстрым. Например, Египет арабы захватили в 7 веке, а на арабский язык местное население окончательно перешло только через полтысячелетия, где-то во времена крестовых походов. Называют цифры от 9 до 13 века. Сирия была арабизирована к 10 веку. В Северной Африке на арабском долгое время говорили только в городах, арабизация берберских племен растянулась до 20 века, да и сейчас берберы, прямо скажем, билинглы. Да и даже в самой Аравии, например, в Омане, до сих пор сохранились племена, не говорящие по-арабски. Но итог все равно впечатляющий. Арабский стал не только языком элит, как даже латынь. На него буквально перешло население на большей части Северной Африки и Ближнего Востока, и говорят на нем по сей день. Конечно, итог был предсказуем. Разговорный арабский сейчас отделился от языка Корана и разделился на кучу диалектов. Даже групп диалектов насчитывается несколько. Которые порой между собой различаются вообще как полноценные языки. Но все же арабский мир сохраняет свое единство и по сей день, а арабский остается официальным языком 26 государств. На 2022 год на кораническом арабском говорили 270 миллионов человек по всему миру, а на всех форумах арабского суммарно 360 миллионов. Ну ладно, это все хорошо, но ведь еще бывает так, что не просто кто-то кого-то задоминировал там военным или культурным путем, но люди, представьте себе, сами между собой как-то договорились, как-то договорились, и так получилось, что язык у них стал всеобщим. И обычно это происходит из-за интересов торговцев. Короче говоря, рыночка. Собственно, так и появился язык, который породил термин лингва франка. Сабир, что по-арабски означает смешанный язык, а еще созвучно с глаголом «знать сабир» в иберийских языках, французским «савуар» и итальянским «сапире». Это язык средиземноморских торговцев эпохи Возрождения, и его история чем-то похожа на тот же Кайне, только вот тут никто никого не завоевывал. Ну, почти. Средиземное море, начиная века и так с 10-го, представляло собой торговую магистраль, где кого только не было и кто куда только не двигался. Шли паломники в Иерусалима, иногда туда же двигались крестоносцы. Плавали купцы всех народов, всех стран и со всеми товарами. Мусульманские пираты набегали на приморские города Южной Европы, а европейцы в виде какого-нибудь пиратского рода Деларош не оставались в долгу. Странствовали наемники всех сортов, и ситуация, когда отряд каталонцев, например, воюет в Малой Азии против турок, а затем захватывает Афины и ставит там своего герцога, никого по сути не удивляла. В 1596 году один венецианский торговец писал, что его корабль на верфях в Константинополе чинила бригада плотников, состоявшая из славян, миссинцев, генуэдцев, неаполитанцев, французов, римлян, греков, немцев, апулийцев, корсиканцев, португальцев, испанцев, венецианцев, радиотов и шести мусульман неустановленного происхождения. Разумеется, с таким взаимным проникновением культур неминуемо должен был возникнуть какой-нибудь пиджин, да, какое-нибудь смешение языков, чтобы все друг друга могли понимать. И так и появилась лингва франка, названная в честь ТАП франков, или язык фразей, если пользоваться тогдашней русской терминологией. Поскольку это был язык купцов, основой стало смешение генуэзского, итальянского и окситанского, с добавлением арабских слов и вот всего, что туда еще могло попасть. Естественно, это был чисто разговорный язык, никакой письменной формы у него не было, и это был весьма примитивный пиджин, буквально зачастую на уровне «моя-твоя понимать». Этот жаргон моряков, пиратов и торговцев возник в 14 веке, а исчез окончательно, по сути, только к 19 столетию. Но были более долговечные примеры языков, которые возникли похожим образом, правда, не в Европе. Например, примерно так возник суахили. Язык с 20 миллионами носителей, государственный в Танзании, Кении, Уганде и Руанде. Суахили возник при результате контактов местных африканцев, племен Банту с арабскими и индийскими торговцами, поэтому там до 40% оккубуляра это заимствование из арабского и хинди, а остальное – африканская лексика. При этом язык вышел из формата просто пиджина и стал, как видите, полноценным языком, причем глобальным, одним из рабочих языков Африканского Союза. А все потому, что суахили еще до прихода европейцев имел какой-то официальный статус. На нем говорили не только торговцы, но и просто жители приморских городов вроде Мамбасы или Занзибара. В новое время открылась новая игровая механика. Теперь стало можно заставить весь мир разговаривать на твоем языке, придав ему статус… языка культуры. Классический пример – это французский язык. Думаю, все знают, насколько французский доминировал хотя бы в русской культуре 18-19 веков. Помните этот кошмар в виде абзаца на французском языке, с которого начинается главный роман русской школьной программы? Чуть меньше народу знает, что Галамания была в те годы болезнью не только русского общества, но на французском говорили и прусский король Фридрих Великий, да и вообще этот язык стал языком межнационального общения по всей Европе, а значит по всему тогдашнему цивилизованному миру, по крайней мере с нашей цивилизаторской колониальной белопробково-шлемной точки зрения. И это все произошло не потому, что Франция всех завоевала и навязала свой язык. Единственной страной, куда французский был принесен силой меча, была Англия. Там действительно после нормандского завоевания в 1066 году к власти пришла франкоязычная элита, и в результате французский язык оставался до 1733 года языком, на котором писались некоторые официальные документы в Великобритании. Да и сам английский язык в том виде, в котором мы его знаем, скажем так, сформировался под достаточно сильным влиянием французского языка. Но случай Англии это все-таки исключение. Французский, как и латынь за тысячу лет до этого, распространился по Европе в основном мирно. Хотя, конечно, без геополитики тут не обошлось. Людовик XIV, король солнца, достойный, конечно, отдельного выпуска, положил огромное количество усилий, денег и жизней своих подданных на то, чтобы сделать Францию страной номер один в Европе. И, надо сказать, у него неплохо получилось. К началу XVIII века Франция реально доминировала в Европе как в военном, так и в экономическом и политическом планах. Доминировала настолько, что могла менять даже сложившиеся веками дипломатический протокол, а именно заставить мир отказаться от латыни. У французских королей с латынью вообще были довольно сложные отношения. Все потому, что в своих постоянных войнах французские короли слишком часто оказывались по разные стороны фронта от Папы Римского. То есть латынь для французских королей была отчасти языком врага. Так Франция стала первым из европейских государств, отказавшихся от латыни. Еще в 1539 году французский во Франции стал государственным языком, а в 1634 году с подачи кардинала Ришельё была создана Французская академия, которая, помимо всего прочего, установила единый стандарт языка для всей страны. Потому что, если честно, во Франции с французским языком долгое время было не то, чтобы очень хорошо. По крайней мере, по словам Хоббсбаума, к моменту Великой Французской революции по-французски говорили от силы 13% населения, а по мнению одного из абатов-современников – 11% населения. Только в городах, и то не по всей Франции. Но это отдельная тема, мы много про это в телеге писали. Так вот, Гудовик XIV добился того, что в 1678 году Нимвигенский мирный договор между Францией и Испанией впервые в истории Западной Европы был написан не на латыни, а на французском. А в 1714 году на французском был написан Раштатский мирный договор, закончивший войну за испанское наследство, где воевала буквально вся Западная Европа. И где-то с тех пор французский становится новым дипломатическим лингвофранкой Европы, просто потому что было достаточно мало сфер, где не было бы французских интересов. Но не только из-за этого. Не меньшую роль, чем шпагу условного графа Д'Артаньяна, в распространении французского языка сыграли перья Мольера, Приво, Дидро, Вольтера, Лафонтена, Кондарсе, а еще там Садикарно, Монгольфье, Ламарка, Коанта, Гизо и десятков других деятелей первой величины буквально во всех сферах науки и культуры. Достаточно сказать, что каждый уважающий себя европейский монарх мечтал жить во дворце, похожем на Версаль. И что характерно, по итогу король Пруссии построил себе дворец с названием Сан-Суси, что по-французски означает «беззабот», а императрица Всероссийская жила, да, в Эрмитаже, то есть в уединенном месте. То есть знание французского языка автоматически обозначало причастность к самой продвинутой культуре в мире, и никакое почвенчество, никакие защиты родных традиций, и все тому подобное не могло этого изменить. Да, какой-нибудь фанвизин мог в 1769 году написать «Бригадира», в котором высмеивалось вот это пристрастие всех к французскому языку. Но и что? 150 лет спустя после этого в Советском Союзе Маяковский будет все еще ругаться на то, что, ну, не ругаться, скорее смеяться над тем, что Казань с Тифлисом переписываются по-французски. И да, действительно, в Советском Союзе в раннем французский был в каком-то смысле квази-государственным языком. Скажем, в Грузии на государственном гербе девиз пролетарии всех стран «соединяйтесь» писался на французском языке. Только в 20 веке французский потерял свое значение, уступив английскому. На самом деле этот процесс постепенно был запущен уже в веке в 19-м, когда Великобритания постепенно стала оттеснять Францию на второй план. Причем речь не столько про геополитику, хотя Британская империя и стала в итоге громаднейшим государством в истории, сколько, опять же, про экономическое и культурное влияние. Да, французский оставался языком культуры и языком науки, науки теоретической, но все современные на тот момент технологические достижения уже в середине века делались на фабриках Лондона и Манчестера. Великобритания, а не Франция, стала родиной промышленной революции и капитализма. Поэтому какой бы там статус не был у французского, английский стал языком экономики, языком денег. А потом на мировой арене появились США, и все стало вообще грустно. Ну или весело. Обычно падение французского языка отсчитывают от 1919 года и Парижской мирной конференции, решения которой, по настоянию президента США Вудро Вильсона, публиковались не по-французски, а по-английски. Но до Второй мировой войны паритет еще как-то держался. Часть издания использовала французский язык, часть английский. А вот в 1945-м мир оказался разделен между СССР и, соответственно, США. Между миром английский язык капитализм Кока-Кола и русский язык коммунизм водка. А вот Франции в этой схеме места уже не осталось. Хотя при президенте Деголе был у нас про него отдельный видос, и были попытки стать какой-то третьей силой. Но на фоне двух основных лагерей это было, конечно, несерьезно. Ну и в результате французский пропал отовсюду. В СССР, если что, английский стал главным языком в школах только в 1961 году, как раз в контексте того, что это стал язык главного противника. До того, если что, это был немецкий. Вообще интересно, как в мире настоящего, натурального, цивилизационного конфликта и противостояния изучение языка врага не считалось каким-то тлетворным влиянием. Да, я понимаю, что тогда не было интернета, но все равно были другие источники информации, и погрузиться в контекст жизни загнивающего Запада с помощью английского языка и каких-то книг или проникающих в союз пластинок было явно проще, чем без него. Но это никого особо не волновало. Вот это я называю уверенность в своих силах, что ли, да? И никакой тебе тут никакого нытья про софт-паумер. Ну и закончить стоит самым известным проектом глобального языка. Эсперанто. От всех языков, про которые я говорил раньше, он отличается одним. Это полностью проект одного человека, Людвига Лазаря Замингофа, врача по специальности, родившегося в 1859 году в Белостоке в еврейской семье. Think about this. Еврей Замингоф, для которого родным языком был идиш, жил в городе Варшаве, где основным языком был польский, и учился в Варшавском университете, где образование велось на русском. Неудивительно, что ему захотелось как-то привести все это к единому знаменателю. Впрочем, не только это. Замингоф был человеком своеобразным. Начать стоит с того, что для него проект всемирного языка был важен даже не сам по себе, а как часть глобального проекта по усовершенствованию человечества. Замингоф на полном серьезе хотел создать новую религию, гоморронизм, от изпарантийского слова, обозначающего человека. Изначально это был такой проект иудаизм Expanded Edition, который предполагал сделать иудаизм не эксклюзивным для евреев. Но затем пранк вышел из-под контроля. И в своей опубликованной в 1906 году статье Замингоф пояснил главную цель новой религии слияние всех людей на земле в единый нейтрально-человеческий народ. По многому для этих самых целей слияния Замингофу и нужен был эсперанто. Язык, равный, легко понимаемый представителями всех народов и в какой-то степени ему действительно удалось сотворить шедевр. Язык по своей элегантности не уступавший Ваньяню. Первая брошюра «Международный язык» вышла, к слову, в 1887 году, опять же в Баршаве. Тогда же появился термин эсперанто, изначально, как псевдоним Замингофа. Доктор эсперанто, то есть доктор надеющийся. Словарный запас эсперанто сформирован из всех языков Европы. Мне, например, особенно нравится, что хот-дог в эсперанто это колбаса-булко. Вот. Там всего 16 правил, у них нет исключений, два падежа, короче, все, блин, прям классно. Идея вполне себе вписывалась в идеалистические представления рубежа веков о необходимости и, главное, о возможности преобразовать мир на каких-то более справедливых началах. Поэтому эту идею поддержали большое количество лидеров мнений. Лев Толстой, Максим Горький, Альберт Эйнштейн и многие другие. А в СССР эсперанто получил даже государственную поддержку. Для большевиков идея создания нейтрально-человеческого народа из трудящихся всех стран была весьма близка. Ранний СССР вообще был местом триумфа глобализма, я уже говорил про полуофициальный статус французского языка. Но эсперанто для целей мировой революции казалось бы подходило еще больше, прежде всего потому, что он не ассоциировался с какой-нибудь там буржуазной страной. Поэтому уже в 1918 году была создана специальная комиссия по эсперанто при наркомате просвещения РСФСР. Других проблем у людей в декабре 18-го года, как вы понимаете, не было. А в 20-е даже всерьез обсуждался вопрос замены в школах иностранных языков тогда это были французский и немецкий на эсперанто. И это не считая официальной сети кружков эсперантистов в системе комсомола и регулярного радиовещания на эсперанто на всесоюзные радиостанции имени Коминтерна, а также на центральных радиостанциях Украины и Беларуси. Но как и многие прогрессивные проекты раннего СССР, все это было свернуто во второй половине 30-х, а кружки эсперантистов разгоняли по шпионским статьям. При Хрущеве после того самого фестиваля молодежи в 1957-м эсперанто снова разрешили, но масштабы были уже не те. Сейчас у эсперанто все вроде бы неплохо. Его поддерживает ЮНЕСКО, Католическая церковь, в мире издаются 120 журналов на эсперанто, все основные поисковики работают с этим языком, вот только с носителями у него не очень. Ну то есть точно сказать, сколько сейчас человек говорит на эсперанто невозможно, потому что официально никто подсчет эсперантистов не ведет. И если вы начнете гуглить, сколько же народу говорит на эсперанто, вы получите какие-то цифры с разбросом от 2 до 7 миллионов, что такое себе, и неудивительно, потому что их происхождение тоже такое себе. Один израильский эсперантист в начале 10-х годов их насчитал, посчитав, вдумайтесь, вдумайтесь в это, сколько людей указали эсперанто в качестве языка, на котором они разговаривают в своих профилях в фейсбуке. В фейсбуке, в профилях. Как писал эсперантистский портал Liberafolio, эти миллионы эсперантистов никто никогда не видел. В 1996 году финский лингвист Юо Калинстед привел такие цифры. Тысячи человек считает эсперанто родным, 100 тысяч на нем более-менее разговаривают, а остальные миллионы это те, кто знает отдельные слова. Эти цифры приведены в англоязычной википедии. Интересно, кстати, при этом, что ЮНЕСКО поддерживает типы эсперанто, но по факту даже не знает, сколько у него носителей. И вот что забавно, если считать, что говорят на эсперанто около 100 тысяч человек, то оказывается, что эсперантистов в мире примерно столько же, сколько любителей другого искусственного языка, придуманного профессором-лингвистом. Разумеется, я говорю про Квеньи, один из двух эльфийских языков, придуманных Толкином. И да, хотя численность поголовья толкинистов в мире тоже не особо известна, оценочно владеют эльфийским несколько сотен тысяч человек, что вполне сопоставимо, если не больше, чем число тех, кто владеет эсперантом. Почему же так получилось? И тут нужно резюмировать, наверное, все, что было сказано выше про глобальные языки. Отдельный Лев Толстой может мечтать о том, чтобы перевести все человечество на какой-то единый идеальный язык, но правда заключается в том, что, как правило, большинству людей почему-то не очень хочется учить язык ради того, чтобы учить язык, просто из интереса. За исключением отдельных любителей изучения языков именно в формате хобби или досуга. Как правило, за этим стоит какой-то серьезный бэкграунд. Это может быть потребность в коммуникации с партнерами, как в случае Лингва Франка, это может быть чтение Корана, как в случае с арабским, или это может быть желание быть частью доминирующей культуры, будь то, скажем, английский или французский. А вот эсперанто всего этого лишен. Это голая идея и причем мы не первые, кто это заметил. Еще в 23-м году какая-то надежда Крупская говорила, что эсперанто мертворожденный язык, потому что, да, живой язык это обороты, это глубина и богатство речи, это разнообразие семантических полей, это возможность игры со смыслами и значениями, это ассоциации и какой-то исторический бэкграунд. Это в конце концов чисто практически естественным образом возникший функционал. А эсперанто как мы видим просто превратился в очередное хобби в основу для субкультуры в то время как настоящим языком международного общения остается английский. И на мой взгляд это весьма характерный пример того, как странная, но настоящая жизнь как правило оказывается простите за каламбур жизнеспособнее самых красивых, самых изящных, но напрочь искусственных идей и концептов. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусте и на Патреоне. Я напоминаю, что вы тоже можете это сделать, если хотите помочь каналу дальше стабильно существовать. А еще, если вы хотите смотреть ролики самыми первыми и делать это без интегративной рекламы, ссылочки для Бусте и для Патреона внизу в описании. Спасибо всем остальным, кто смотрел этот ролик, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, если это так, не забывайте отмечаться в комментариях, шелить это видео тем, кому это, по вашему мнению, может быть интересным. И на канал тоже подписываться, не забывайте, это нам всегда тоже полезно и приятно. Увидимся в следующий раз.